Сегодня я расскажу вам историю успеха, преодоления себя и личностного роста женщины по имени Опра. Это очень важно слушать такие истории. Они помогают преодолеть трудные моменты в жизни и взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ты будешь впечатлён, когда поймёшь, с чего начинала наша героиня и чего она смогла добиться. Опра родилась и выросла в очень бедной семье, у которой не было денег даже на еду. К тому же ещё в детстве её изнасиловал её двоюродный брат, а затем и дядя. В 14 лет она забеременела, но ребёнок родился больным и вскоре умер. Это было потрясением для маленькой девочки. К тому же над ней постоянно издевались и смеялись в её окружении. Но она продолжала быть верной себе и сильной. С самого детства люди говорили, увидев её в первый раз, что у неё настоящий дар оратора. Она продолжала учиться, двигалась вперёд и поняла, что только дальнейшее обучение и старательность даст возможность улучшить талант, данный при рождении, позволит ему полностью раскрыться. Так что она старательно занималась. К счастью, ей удалось получить грант на обучение в Университете штата Теннесси. Она закончила учёбу и начала работать на телевизионном канале, о чём всегда мечтала. Но затем произошло неожиданное. Её уволили. Её уволили, потому что опора была слишком чувствительной, когда ей приходилось читать новости о чём-то трагическом. Она не могла совладать с чувствами и сдержать слёзы, а на телевидении так нельзя. Поэтому с ней попрощались. Но несмотря на это, она сказала, «Окей, меня выгнали из-за того, что я слишком чувствительная. Но это не изменится. Я такая, какая я есть». Всё, что с ней происходило, только помогало ей быть сильнее и держаться своего курса, но не менять его. Ей нравилось высказывать свои эмоции, быть искренней. И она не опустила руки. В 1976 году Уинфри устроилась на телеканал WJZ-TV в Балтиморе диктором шестичасовых новостей. А позже стала соведущей утреннего ток-шоу «Говорит Балтимор». Тогда-то к ней и пришла первая популярность. Затем она создала собственное ток-шоу, где могла быть самой собой, которое стало самым важным и влиятельным в США шоу опры Уинфри. Эта телепрограмма просуществовала в эфире 25 лет. Последний оригинальный эпизод шоу вышел в эфир 25 мая 2011 года. Но уже 1 января 2011 года был запущен её собственный кабельный телеканал Опра Уинфри Нетворк. На данный момент состояние Опры составляет почти 3 миллиарда долларов. И все эти деньги, всё это огромное состояние она использует, чтобы оказывать положительное влияние на этот мир. Помогать тем, кто в этом нуждается. Потому что в мире полно людей, которые считают, что всё плохое, что с ними произошло, определяет их жизнь. Мешает изменить её к лучшему. И они проводят всё время в страданиях и сожалея об этих сложных ситуациях. Их талант и способности не могут проявиться. Они скрыты, так как эти люди не дают им выхода. Но благодаря истории Опры, такие люди могут изменить свою жизнь. Уверен, это видео вдохновит тебя, заставит видеть каждое препятствие на твоём пути как возможность преодолеть себя и стать ещё сильнее. На этом всё. Делитесь этой невероятной историей со своими друзьями и близкими. Пока!